Что делать археологам, которые нашли жилище каменного века? Конечно же, реконструировать на благо науки и человечества. И не только жилище, целую древнюю культуру. Для этого нам нужны подходящая священная кедровая роща, инструменты каменного века, команда крутых специалистов и студенты и школьники со всей страны. Добро пожаловать на нашу экспериментальную площадку! Сегодня предстоит заменить очажные столбы. Они сзади ему дали трещину. Для этого необходимо снять все шкуры с крыши, разобрать кровлю, выкопать и вытащить все очажные столбы, поставить, заменить на новые и потом собрать всю кровлю обратно. Это жилище на зиму консервировалось и сверху его укрывали шкурами. Собственно, вот в результате какая-то часть шкур сохранилась вот прям полностью, хорошо пережила. Некоторые пережили зиму частично. Вот тут видно плесень, у нее она обсыпается потихонечку. А частично шкуры сгнили просто в труху. Здесь вот прямо мягко растекаются. То есть без обработки оно не полностью это все может пережить. Совсем уж как материал, непригодный для гидроизоляции, мы ее не отметаем. Возможно, шкуры необходимо класть выделанные, вот, или их коптить, дополнительно обрабатывать, чтобы они вот так вот быстро не перегнивали. Может быть, чем-то дубить. Все те шкуры, которые остались целые, просушим, прокоптим. Посмотрим, будем пробовать, экспериментировать. Будем делать вариант гидроизоляции из бересты. Из физически тяжелого было вытаскивать очажные столбы, потому что они имеют большой диаметр и достаточно тяжелые. И, как таковой, лестницы особой нет. И их приходилось всеми силами, с помощью большого количества людей вытаскивать через стену. Относительно конструктивных особенностей разногласий особо не возникло. Заменили, все собрали, все получилось хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok